Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня последний день подачи заявок на отчет на выборную конференцию. Ну и, соответственно, самое время подвести неутешительные итоги этой кампании. Почему неутешительные? Потому что за два года ничего в российском биатлоне не поменялось. На выборы идут также Владимир Драчев и Виктор Майгуров, а значит более достойных кандидатур. Для того, чтобы возглавить российский биатлон, не появилось. К сожалению, не стали выдвигаться ни Дмитрий Васильев, ни Анна Багали, трезво оценив свои возможности. Прежде всего, в плане привлечения спонсоров в наш биатлон. И, соответственно, Васильев отказался даже идти в правление, потому что посчитал это полумерами. И, в общем-то, нашему биатлону, потому что требуется коренная перестановка. Анна Багали в правление готова идти в составе своей команды вместе с супругом Андреем Ливуниным, Сергеем Просвирниным, судьей международной категории, который также занимается их детско-юношескими соревнованиями. И они готовы развивать это направление с кем-то из кандидатов, то есть, кто выиграет выборы и готов будет с ними сотрудничать. В данном случае, конечно, конечно, определенные регионы поддержали бы и Васильева, и Багали. От того, как распределяться их голоса, будет решать многое. Два года назад Драчев выиграл выборы со счетом 40-16 во втором туре. Сейчас расклад сил немножко другой. У Майгрова, безусловно, больше сторонников, но Драчева устроит набрать одну треть голосов. Конечно, все стороны подключили административные ресурсы. Ну и, в общем-то, посмотрим, к чему все это приведет. Ожидалось, что, может быть, кто-то из технических кандидатов еще заявится. Некоторым регионам предлагали это, но в итоге всего две кандидатуры. По сути, выбор шило и мыло. Нужны ли нам такие перемены, что называется. Но что говорит нам устав по этому поводу? Устав говорит, что для того, чтобы переизбрать президента, нужно две трети голосов в конференции. Соответственно, если по этому вопросу две трети набираются, то происходит перевыбор. Если нет, Драчев остается президентом. Правление, скорее всего, тоже остается, хотя в такой ситуации логично было бы переизбрать хотя бы правление. Но если этот президент и это правление не могут взаимодействовать, тогда правление должно быть другим. Ну вот, кстати, вы можете посмотреть список поданных кандидатов на члены правления. Есть и известные фамилии, и не очень. Но обращает на себя внимание отсутствие Ермашова, который стал министром спорта в своем регионе, Владимира Якушева, который стал федеральным министром, и Сергея Тарасова, который попросту решил не выдвигать свою кандидатуру. Вот, ну там выдвигается другой друг Драчева, Василий Бородкин. И, в общем-то, 10 человек из этого состава должны быть определены. И примечательно, что Майгуров члены правления выдвинут. То есть он на случай проигрыша, если он не становится президентом СБР, он готов и дальше работать простым членом правления. А Драчев нет. Вот это, кстати, интересный очень нюанс. Но дело в том, что у Виктора просто другой работы нет. Он получает зарплату в СБР и не хотел бы ее терять. А Владимир является депутатом Государственной Думы. Значит, дальше какой может быть расклад? Если решают о том, что будут перевыборы, то, соответственно, дальше идет голосование. Ну и сложно представить, если по первому вопросу Драчев не набирает третий голосов, что он наберет по второму, тогда те же две трети выберут Майгурова президентом. Там все понятно. Но интересный момент. Видимо, расклад сил настолько близок, что сейчас стороны за каждый из голосов борются. И поэтому предлагаются всякие тайные голосования. Озвучил это глава счетной комиссии Александр Васильевич Привалов. Вот решили, видимо, по старшинству выбрать самого авторитетного нашего человека, 86 лет Александру Васильевичу, и он должен эту комиссию возглавить. Также туда войдут Роменский, Маматов, Елизаров, ну, может, еще кто-то, я всех не помню. Ну, в общем, да, люди заслуженные, вроде бы как честные, и предлагается Приваловым провести голосование тайное. За это, кстати, отдельно должны еще кандидаты голосовать. Почему я, допустим, противник тайного голосования? Потому что в данном случае можно воздействовать на конкретного делегата, который будет отражать какие-то свои интересы, а не интересы своей федерации. Потому что делегат, его избирают на собрании региональной федерации, и, соответственно, ему ставят определенные задачи голосовать таким-то образом по повестке. Это правильно, как должно быть. Но если голосование сделать тайным, то кто-то тот же нуждов, он же там мечтал в глаза посмотреть всем делегатам, вот посмотрев глаза, пообещав, угостив какими-то печенюшками, например, мог бы, скажем так, склонить кандидатов на свою сторону. Поэтому я думаю, что очень много будет зависеть от того, насколько честно будет работать счетная комиссия, и какая форма голосования будет избрана в итоге. Конечно, важно было бы рассмотреть и заслушать и отчеты, и президента, и правления, и также послушать, собственно, кандидатов в правление. Может быть, какие-то изменения в устав будут предложены, потому что все равно между президентом и правлением возможные противоречия сохранятся и дальше. И вот в случае, если Драчев остается президентом и остается тоже правление, не переизбирается, то может возникнуть вообще неприятная ситуация, что то же самое будет перетягивание каната и будет страдать весь наш биатлон. От недофинансирования и так далее. То есть придется искать спонсоров, потому что Газпром отказался выстраивать вертикаль правления. То есть то, что Драчев не смог сделать за два года, ему нужно будет сделать за несколько месяцев до начала сезона. В том, что сможет ли он это сделать, ну, есть большие сомнения. С другой стороны, если выиграет не он, то ситуация может еще хуже сложиться. Потому что тогда фактически Нуждов добьется своей цели, поставив ручного президента, взяв под контроль все правление и будет проводить какие-то свои моменты. К чему его интриги приводили, ну, все видели. То есть начиналось это с выборов состава, потом пытались ввести Польховску каким-то образом в тренерский штаб. Я думаю, сейчас Польховскому снова предложат возглавить тренерский штаб Ани. И как он будет взаимодействовать со старшими тренерами, которые уже ведут работу, которые имеют свое мнение. К тому же, даже если создан будет попечительский совет во главе с Якушевым, как я слышал, планируется, может такое произойти. Но это может решить финансовые проблемы, помочь закрыть долги. Но опять же, опять же, есть вопросы международного уровня. То, что Виктор Майгуров, как лицо, аффилированное Сандросом Бессибергом, обвиняемым в коррупции, расследование в отношении которого продолжается, является для многих членов исполкома IBU фигурой токсичной. К тому же, есть определенные вопросы по его международной деятельности, о которой я вот, например, лично ничего не слышал. Иван Хольца что-то не наблюдал, чтобы он каким-то образом участвовал в защите Александра Логинова или Александра Каспировича, или вообще каких-то российских интересов. Хотя получает за это в СБР приличную зарплату. Поэтому в плане международной работы вопросы останутся, долг будет увеличиваться по итогам еще вынесенных приговоров, по итогам того, что данные московской лаборатории IBU получил, и по ним будет проводить расследование и выносить вердикты. Поэтому восстановление нам в IBU в ближайшее время ждать в любом случае не стоит. Второй вопрос, то, что сторона Майгурова, как правило, акцентирует внимание на том, это если брать и Нуждова, и других спикеров, которые выступают в его пользу, о том, что не справился Драчев. Да, я абсолютно согласен с большей частью критики в его адрес, которая еще в знаменитом письме ветеранов была описана. Но при этом, что вы предлагаете, где какие-то коренные изменения. Проблема-то не в Драчеве и не в Майгурове, а в том, что у нас нет стратегии развития биатлона, и в том, что у нас нет нормальной структуры управления. Все хотят всем рулить, но при этом ни за что не отвечать. То есть в то же время Драчев, когда отвечает своим оппонентам, что ну окей, там есть проблемы и по нашей части, ну а вы-то что делали? Вы как члены правления, отвечающие за конкретное направление. Прежде всего, человек, входя в правление, должен, я считаю, отвечать за конкретное направление. Ну и можно, как я предлагал, там двух человек взять из разных регионов, и чтобы они потом чередовались каким-то образом, ротировались. Но здесь никаких положительных изменений в этом случае ждать не стоит. То есть будут те же самые внутренние склоки, Драчев может свое поражение также опротестовать на основании каких-то нарушений устава или законодательства в общественных организациях, и все это еще дольше дотянется, а наш биатлон будет страдать. Что в данном случае, может быть, даже лучший вариант будет, если в конце концов все это закончится решением аккредитации СБР и прямым финансированием сборных команд со стороны Минспорта. На этом у меня все, в общем-то, по этой теме, по этим кандидатам, то есть тут оптимизма мало, будем дальше смотреть, как будут развиваться события. И хочется верить, что появится помимо взаимных обвинений у этих сторон какой-то конструктив. А вы подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.